Решение, от которых зависит судьба страны, меньше часа, остается до начала первого заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Откроет его программная речь президента. Выступление главы государства в прямом эфире покажут все ведущие телеканалы страны. Как анонсировалось ранее, Александр Лукашенко представит доклад о ситуации в мире, экономике страны, имеющихся в вызовах и угрозах. В нынешнее неспокойное время главная задача сохранить и защитить независимость Беларуси. Наше будущее в наших руках. Уже по сложившейся традиции, прежде чем приступить к работе, делегаты Всебелорусского народного собрания почтили память героев Великой Отечественной войны. Возложение венков и цветов кобелиску на Площади Победы – дань уважения прошлым поколениям. Беларусь совсем скоро отметит 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Делегаты Всебелорусского народного собрания на этом святом для каждого месте дали обещание не подвести тех, кто выстрадал в тяжелое время мир для потомков. Задача тех, кто выбран делегатом ВНС – сохранить спокойствие на нашей земле, сделать все для развития и консолидации общества. Сегодня в наше время, когда такие ценности, как суверенитет, независимость, социальная справедливость и память подвига белорусского народа, память Победы являются ключевыми столпами идеологии белорусского государства, безусловно, мы не могли начать сегодняшнее Всебелорусское народное собрание в другом месте. Страна, она будет жить, когда действительно един будет народ, когда будет сильна его культура, когда будут сильны традиции этого народа. Поэтому, вы знаете, безопасность – это как раз и есть то, о чем мы сегодня, наверное, будем говорить на Всебелорусском народном собрании в основе основ. Мы должны быть достойными продолжателями этих традиций. И те решения, которые будут приниматься на Всебелорусском народном собрании, должны полностью соответствовать тому, что было сделано нашими предками – сохранить свободу и независимость, суверенитет нашего государства. Непростое суровое время герои войны сумели пройти благодаря тому, что были скреплены одной целью. Будучи в единстве, уверены делегаты, и сегодня можно преодолеть трудности и преграды, сообща принимать судьбоносные решения для процветания нашей страны. В эти минуты делегаты и гости Седьмого Всебелорусского народного собрания готовятся к плодотворной работе во Дворце Республики. Напомню, количественный состав ВНС сформированный, включая 1166 человек. Сегодня делегатам предстоит решить организационные вопросы, принять временной регламент работы ВНС, избрать председателя, его заместителей и членов президиума. Во Дворце Республики работает наша съемочная группа. Анастасия Ероша-Корненко пообщалась с делегатами и приглашенными гостями. Коллега, добрый день, вам слово. Добрый день, студия. С каждой минутой людей все больше и больше. Напомню, именно Дворец Республики, место прописки Всебелорусского народного собрания. Пять из шести предыдущих народных вечей проходили именно в этих стенах. Ожидается, что участие примет порядка двух тысяч человек. Это делегаты и приглашенные. В числе гостей порядка 700 человек. Это представители интеграционных объединений, ДИП, корпуса, делегации со всех областей. Главная задача была обеспечить максимальный региональный охват, чтобы потом в коллективах участники могли непосредственно рассказать, как это было. Давайте послушаем, каким они видят роль ВНС в развитии страны. Пример Всебелорусского народного собрания является весьма уникальным даже для наших европейских партнеров. И это показывает то, что народ напрямую принимает наиболее важные для жизнедеятельности страны решения. Народ является единственным источником и носителем власти, как закреплено у нас в Конституции. Поэтому Всебелорусское народное собрание является весьма важным институтом для осуществления непосредственной власти народными методами. Делегатов узнать сегодня можно по характерному нагрудному знаку. Наласкание жакета – это наш государственный флаг, изображение монумента Победы, лавровая ветвь – каждая деталь наполнена символизмом. Да, мы, белорусы, мирные люди. Помним свою историю, хотим опыт передать будущим поколениям. Сплав молодости и опыта – так можно охарактеризовать в целом состав ВНС. Важно сохранить и накопленный опыт, и в то же время дело за молодыми им совсем скоро вкладывать уже свои силы в укрепление страны, в реализацию целей развития, которые определяются сейчас. Какой видят свою роль в развитии страны молодые люди? Давайте послушаем их мнение. Молодежь Беларуси – это мощь и сила. Мы уже заряжены самыми яркими и инициативными проектами, которыми готовы поделиться на республиканском уровне. На самом деле это большая ответственность для нас, молодых, что именно сегодня состоится настоящий диалог не только между поколениями, но и между властью и обществом. Сегодня мы расскажем о своих перспективах развития страны, предложим свои позитивные идеи для изменений и, конечно, поделимся своим самым сокровенным, а именно сохранением исторической памяти. Ведь так важно, когда каждый из нас вкладывает частичку своей души в развитие и процветание любимой страны. Как нас заверили, все готово к работе в НС. В фойе Дворца Республики впервые установлены кабины для голосования и ящики для бюллетеней. Делегаты путем тайного голосования выберут президиум и его председателям. Для работы счетной комиссии предоставлен малый зал. Впервые ВНС пройдет в конституционном виде. Это новая страница в развитии суверенной Беларуси. Так сегодня говорят делегаты. Давайте послушаем их мнение. Все вопросы, которые рассматриваются Всебелорусским народным собранием, они важны для жизнедеятельности нашего общества. Так определила конституция, так определил белорусский народ, что мы будем представителями нашего общества. И, конечно же, вопросы все разноплановые, все требуют рассмотрения. Но в качестве делегата от Белорусского республиканского союза молодежи я вижу свою миссию в том, чтобы представлять законные права и интересы молодежи. И молодежи не только крупных городов, столицы, всех регионов. У нас для этого есть все возможности, у нас есть ресурс для этого, чтобы услышать всю молодежь, их инициативы, проекты, комментарии, критику, какие-то замечания. И прорабатывать это в наших рабочих группах, прорабатывать это и аккумулировать для того, чтобы голос молодежи было слышно и видно с трибуны Всебелорусского народного собрания. Совсем немного времени остается до начала седьмого Всебелорусского народного собрания. Камеры уже настроены, чтобы зрители смогли увидеть все детали. Студия. Спасибо, Анастасия. Наш корреспондент Анастасия Ероши-Корниенко была на прямой связи со студией из Дворца Республики. К слову, не только здесь. Сегодня будут участники и гости первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания. Для них вечером во Дворце спорта состоится гала-концерт мастеров искусств Беларуси. Я напомню, что в этот раз ВНС впервые собирается в конституционном статусе. Высший орган народовласти уполномочен принимать стратегические решения. Всебелорусское народное собрание определяет важнейшее направление развития общества и государства, обеспечивает незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Именно закрепление в Конституции отличает нынешний созыв от предыдущих. В минувшие годы здесь определяли дорожную карту развития страны, но постепенно стал появляться запрос на большее. Тем более после событий 2020-го появилось твердое желание иметь цивилизованную страховку, чтобы в ситуациях обострения внешних и внутренних вызовов решать вопросы в конструктивном русле. Своё желание белорусы закрепили законодательно. В основном законе народному вече посвящена отдельная статья. Полномочия института существенно расширены. ВНС не подменяет парламент, не решает бытовые вопросы. Всебелорусское народное собрание будет принимать стратегически важные документы, такие как концепция национальной безопасности и военная доктрина. ВНС неотъемлемая часть системы издержек и противовесов позволяет обеспечить внутреннюю стабильность белорусского государства. Принимаемые решения не просто важны, а обязательны для исполнения. Полномочия, связанные с утверждением состава Центральной избирательной комиссии, судов, возможность в том числе оценки действий президента в случае с совершением государственной измены либо преступления, это все говорит о том, что Всебелорусскому народному собранию даются довольно широкие функции. Функции в том числе возможность отмены решений органов государственной власти Республики Беларусь. Естественно, мы говорим о каких-то алармистских, чрезвычайных ситуациях. Рассчитываем на то, что наша система государственного управления, по крайней мере, на этом этапе сбалансирована настолько, что не придется применять такого рода механизмы. Вместе с тем, когда мы объясняли задачи Всебелорусского народного собрания, имею в виду Конституционная комиссия, мы в первую очередь акцентировали внимание на страховочной функции, на том, что это сбалансирует ту систему сдержек и противовесов, этот орган, который существует на сегодняшний день. Да, сейчас мы имеем сильную президентскую республику и очень сильного руководителя на посту главы государства. Эти личностные деловые качества, можно говорить о роли личности в истории. Как будет развиваться ситуация через 15-20 лет, на сегодняшний день спрогнозировать сложно. Поэтому важно иметь эти страховочные механизмы. В Конституции установлена предельная численность делегатов, не более 1200 человек. В состав входит президент, представители исполнительной, законодательной и судебной власти. При формировании ВНС важно было обеспечить широкий общественный охват, чтобы понимать настроение людей. 350 делегатов представляют местные советы депутатов, которые всегда на связи с людьми и могут обозначить вопросы, которые волнуют общество. Еще 400 избирались от структур гражданского общества. Своих делегатов выдвинули Белая Русь, Федерация профсоюзов, БРСМ, Белорусский союз женщин и объединение ветеранов. Среди тех, кто будет нести почетную миссию, есть промышленники, аграрии, педагоги, врачи, военные, ученые. У каждого за плечами богатый профессиональный жизненный опыт. На площадке будут вместе работать несколько поколений белорусов. Возраст делегатов от 18 до 79 лет. Сплав молодости и опыта так можно охарактеризовать в целом состав ВНС. Бок о бок будут работать уже состоявшиеся профессионалы и молодежь, которые предстоит в будущем строить государство, продвигать инициативы и брать ответственность за страну. Срок полномочий ВНС – 5 лет. ВНС – это серьезный народный конституционный контроль над всеми процессами в стране. И президенту, какой бы там ни был президент, придется считаться с теми решениями, которые будут вынесены на Собелорусском народном собрании. Моя сейчас задача – не допустить вот конфликта этого. Всегда. В истории было всегда так. Конфликтовали. А нам нельзя допустить этого. Я уверен, что с вашей помощью людей образованных, продвинутых нам удастся это сделать. Нам надо удержать страну. И ВНС нам нужен для того, чтобы все-таки коллективный разум 1200 человек, он не бывает ошибочным. Он оптимальный выберет вариант нашего развития. Один человек, какой бы он ни был, с такой жесткой властью, как у нас сейчас, кто его знает, справится, не справится. Поэтому, не мешая президенту, как я и ставил задачу перед конституционной комиссией, он глава государства, он за многое будет отвечать, не мешая ему, аккуратно найти ВНС должно свое место в нашем общественном устройстве. Это мы с вами должны сделать. Поэтому будем говорить об этом на Всебелорусском народном собрании очередном. Очень прошу наших очень взрослых людей, опытных, не отходить от этого процесса. Вы не уходите. Мы уйдем тогда, когда молодежи передадим в наследство вот то, что мы с вами построили. Впереди два дня плодотворной работы. Повестка ВНС насыщенная. В четверг делегатам будут представлены проекты стратегически важных документов, концепции национальной безопасности и военной доктрины. В числе делегатов Всебелорусского народного собрания представители самых разных профессий. Среди них и люди в погонах. Кто знает о военно-политической обстановке вокруг Белоруссии и гарантиях безопасности, не понаслышке. Ровесник белорусского суверенитета, майор 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады Дмитрий Белецкий станет одним из голосов молодежи на ВНС. Быть на голову выше, на шаг впереди, ведь никто, кроме них. Знакомьтесь с офицером, майором, десантником и делегатом Всебелорусского народного собрания Дмитрием Белецким. Одной из главных повесток дня Всебелорусского народного собрания будет принятие концепции национальной безопасности и военной доктрины. На сегодняшний день во главе угла стоят мир и безопасность. И военнослужащие, как никто другой, знают, что значит мир и что значит безопасность и как тяжело это сохранить. Военная доктрина подразумевает под собой то, что Республика Беларусь никого не рассматривает как своего врага и на чужие территории не претендует. Нам чужого не нужно, но и свое мы не отдадим. Силы специальных операций элита белорусской армии сегодня это не только физическая подготовка и навык десантирования, особый склад ума, знать, тактические уловки проявляют смекалку и войну хитрость, чтобы выполнить задачу в отрыве от основных сил. Десантники это прям супер крутые люди, да, как я часто говорю, это как супермены, только у Соединенных Штатов Америки супермен один, а десантников нас много. Майор Белецкий, отменный строевик и долгие годы был командиром нештатной роты почетного караула бресков гарнизона. Каждое 9 мая во главе колонны знаменосцев. Чести долг то, что должно объединять военного и делегата. Если человек военный сказал, что будет такое решение принято, я принял такое решение, значит он этому решению будет следовать. Вот. И есть такая фраза, если вы проспите на работу, то вы просто проспите на работу, а если проспим мы, то вы, возможно, и не проснетесь. Для военного человека понятие чести – это твердо следовать присяге и законам Республики Беларусь. Ровесник белорусского суверенитета Дмитрий Белецкий родился в 1991 году. Перелом на моменте в истории Беларуси. Пример независимого поколения. В их руках сегодня будущее страны. Наша страна должна динамично развиваться и должна следить за событиями, которые идут в мире. И именно для этого будет работать Всебелорусское народное собрание, которое будет наблюдать в том числе за событиями в стране, за событиями в мире. И чем чаще мы будем собираться, чем чаще кто-то будет выступать с какими-то, опять же, эволюционными инициативами, тем более высокую оценку можно будет поставить в конце работы 7-го Всебелорусского народного собрания. Майор – один из лучших секретарей первичных организаций БРСМ вооруженных сил. Именно его кандидатуру поддержал молодежный актив страны. Военнослужащие сил специальных операций всегда выполняют задачи на переднем краю. И девизом десантников является девиз «Никто кроме нас». Если провести параллель со Всебелорусским народным собранием, мы можем сказать «Никто кроме нас», потому что время выбрало нас. Кристина Протасовицкая, Санислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брест. Мы продолжаем онлайн-диалог с участниками 7-го Всебелорусского народного собрания. Во Дворце Республики работает выездная студия СТВ. Мнение делегатов, политологов и экспертов. Обсуждаем главные моменты. Мои коллеги уже готовы представить очередного гостя. Я приветствую Юлию Алексею, которая выступает модератором в нашей выездной студии. Добрый день, вам слово. Катя, здравствуй. Гость нашей выездной студии, председатель Гродненского облсполкома Владимир Караник. Владимир Степанович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня начинает работу историческое заседание Всебелорусского народного собрания. Мы понимаем, что это новый конституционный статус, это новые возможности, новые решения. И в чем вы видите новую роль для развития нашей страны? Начнем с того, что Всебелорусское народное собрание всегда выполняло стабилизирующую функцию в какие-то сложные моменты новейшей белорусской истории. Она определяла будущий вектор развития страны. Сейчас, глядя на столь представительный орган, который делегаты представляют все слои населения, все регионы, и при этом оно имеет конституционный статус. Я считаю, что это символ нашего единства. Это гарантия того, что несмотря на все внешнее давление, несмотря на все неблагоприятные факторы вокруг Республики Беларусь, нам будет обеспечено динамичное, поступательное движение вперед. И мы сохраним все свои основные ориентиры, основные принципы. Социально ориентированное государство, помнящее свою историю и устремленное в будущее. Гродненская область – это регион особый. Все-таки это западный форпост. И сегодня обстановка вокруг нашей страны, она непростая. Соседи проводят недружественную политику. Как все-таки Гродненщине удается в таких условиях жить и развиваться? Мы мало обращаем внимания на ту риторику, которая вокруг наших границ звучит отсутствие отдельных политиков. Мы понимаем, что безопасность наших рубежей надежно обеспечена, как и безопасность внутри страны. И мы понимаем, что основное, это я не раз президент повторял, это экономическая безопасность, это развитие, это выполнение всех своих социальных обязательств. И если регион будет сплоченно работать и двигаться вперед, никакие внешние воздействия ему не страшны. Как показал опыт предыдущих лет, все равно будут попытки раскачивать ситуацию изнутри. И пока мы вместе, пока мы работаем и пока мы развиваемся, нам это не страшно. А какие важные решения вы видите в контексте развития Беларуси именно для вашей Гродненской области? Ну, Гродненская область – это неотъемлемая часть Республики Беларусь. Это и концепция национальной безопасности для того, чтобы каждый гражданин нашей страны был уверен, что безопасность будет обеспечена. Это и параметры социально-экономического развития. Мы понимаем, что Всебеларусское народное собрание всегда определяет ориентиры. И мы настроены на то, чтобы ставить самые амбициозные цели, но не просто ставить, а вместе их достигать. Как реагируют жители Гродненской области на проведение Всебеларусского народного собрания? Какой интерес проявляют? Большой интерес с ожиданием и с пониманием. На этапе подготовки к референдуму о внесении в Конституцию проходило очень много встреч в углых столов. И те вопросы, которые возникали, зачем необходимо ВНС, почему необходимо придать конституционный статус ему. На эти вопросы были даны исчерпывающие ответы, и люди понимают важность такого представительного органа, как стабилизирующие функции и как залог успешного развития страны. Владимир Степанович, спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Всего доброго. Катя, передаю тебе слово. Юлия, спасибо. Это было прямое включение с Дворца Республики, где работает выездная студия СТВ. Всебеларусское народное собрание, как не раз отмечалось, определяет внутреннюю и внешнюю политику страны. И сегодня мы открыто будем говорить о стратегических планах. На ВНС приглашены около 700 человек, в их числе руководители интеграционных объединений, в которые входит наша страна, зарубежные послы. Всебеларусскому народному собранию приковано внимание экспертного сообщества. Многие государства мира сегодня ищут ту точку равновесия, площадку, которая обеспечит общественное согласие. Как отмечают аналитики, в ВНС уникальная форма, квинтэссенция, диалога народа и власти, где открыто говорят о проблемах и находят пути их решения. Именно в белорусском народовластие и зарубежной аналитике видят успех развития суверенного, независимого государства. Беларусь идет своим исторически выбранным путем, где главенствует народное мнение. Белорусское народное собрание, я считаю, что оно наиболее будет отвечать тем потребностям именно в наше время. И сравнивая те формы демократии, народовласти, которые есть в паленых других странах, я считаю, что именно та форма, которая сейчас есть у вас, принятая после конституции, она более такой пример демократии, именно демократии именно в плане народовластия. ВНС в своей истории не раз помогала найти консенсус и опору белорусскому обществу, доказала свою важную роль в жизни нашей страны. Совсем немного времени остается до начала первого заседания Всебелорусского народного собрания. Делегаты уже заняли свои кресла в зале Дворца Республики. С минуты на минуту ожидаем прибытия главы государства Александр Лукашенко представит доклад о ситуации в мире, экономике страны, имеющихся в вызовах и угрозах. После чего ВНС приступит к решению организационных вопросов. Историю Всебелорусского народного собрания называют биографией становления нашей независимости. За годы суверенитета было шесть собраний. Первое состоялось в 1996. Форум проходил в период гиперинфляции, дефицита госбюджета, роста внешнего долга, нехватки продовольственных товаров, закрытие предприятий политического кризиса. В этой ситуации молодой президент Александр Лукашенко принимает беспрецедентное решение. Созвать Всебелорусское народное собрание и получить совет у сограждан, как двигаться в стране дальше. Делегатов коллективы выбирают во всех уголках страны, и эта традиция сохранилась. Только народ вправе решать свою судьбу. Так назывался доклад главы государства. Тогда вместе определили стратегию сохранить предприятие, строить жилье, развивать экспорт, сельское хозяйство, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. На собрании приняли решение взять курс на социально-экономическое развитие. Тогда же был представлен проект Конституции, за который позже проголосовал народ. Так Беларусь стала президентской республикой. Сделав ставку на сильную власть, страна избежала политических потрясений, встала на путь выхода из экономического кризиса 90-х и начала развиваться. Судьбойностные моменты для нашей республики белорусский народ собирался, отвечал на внешние и внутренние вызовы и давал отпор нашим недоброжелателям. Действительно, очень важна роль лидера Беларуси, который в свое время, когда определенные деструктивные силы пытались развалить политическую систему страны, пытались навести хаос в нашей стране, обратился к народу. И сегодня это уже седьмое Всебелорусское народное собрание, которое подтвердило свою значимость для Беларуси, но и приобрело конституционный статус. Такой консолидированный формат рассмотрения ключевых задач и направлений развития страны закрепился в суверенной истории. Многие предложения, озвученные на собраниях в различные годы воплотились в амбициозные проекты, которыми сегодня гордятся белорусы. Строительство АЭС, развитие космических технологий, создание РНПЦ и высокотехнологичных предприятий. Отечественную технику сегодня знают во всем мире. Беларусь в числе ведущих экспортеров молочной и мясной продукции. Ничто не мешает проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику. Наше Всебелорусское народное собрание – это как раз таки торжество нашего суверенитета и нашей любви к нашей Родине. Такой подход диктует глава государства. Он, не щадя себя, не щадя своего здоровья, жизни, созидает, трудится во благо нашей Родины, защищает нас от войны, от переворотов, от каких-либо потрясений. И сегодня, когда собираются наши делегаты, это представители народа, их присылают все регионы, гражданское общество, политические партии, общественные единения, парламенты наши. Это важнейший этап строительства нашей государственности. За почти 30-летнюю историю существования Всебелорусское народное собрание прошло путь от форумов пятилетия до конституционного статуса. Эволюционное развитие и зрелость белорусского общества, политической и социально-экономической системы страны в целом привели к законодательному эпохальному моменту.